Всем привет, друзья! В этом обзоре мы поговорим о первом матче Зидана после возвращения, о тяжелых задачах, которые стояли перед Фавром, и о Кубке Англии, который не перестает нас удивлять результатами и тупостью местной футбольной ассоциации. Итак, начинаем сегодня с первого матча Зидана после возвращения в Мадридский Реал. Играли у себя дома против Сельты, и, как и ожидалось, никакого чуда не произошло. Команда внезапно не стала играть как команда годичной давности. Хотя Зидан всячески пытался это приблизить, потому что он выпустил свой состав. Вернулись в основу Кейлор Навас, Марсела, Асенсио, Иско. Они все сразу играли в стартовом составе, хотя схема была не 4-3-3, любимая Зидановская. Схема была 4-4-2, где Иско играл под Бензема, а Асенсио и Бейл играли на флангах полузащиты. Они работали и вперед, и назад тоже нехило работали. Хотя нехило это понятие здесь достаточно относительное, потому что по Сельте мерить никого нельзя. Сельта слишком ужасна сейчас, чтобы какие-то делать выводы. Что касается структуры игры Реала и вообще смысла игры Реала, то главная цифра этого поединка это практически 30 подач за этот матч. 30 фланговых подач и прострелов. То есть Реал, это, конечно, не 40 подач Ювентуса в матче против Атлетика, но тоже это не красит топ-клуб, когда ты против такого слабого соперника. Все, что можешь предложить, это проходы, подачи, проходы, подачи и все. Да, конечно же, Зидан провел только три тренировки. Нельзя здесь внезапно наиграть там какую-то сумасшедшую игру, но нужно же понимать, что Зидан провел эти три тренировки не в новом клубе. Эти люди с ним работали три года практически, и просто он вернулся, и за три тренировки можно было что-то уже придумать, но, ну да ладно, ну да ладно, как я уже сказал, любые недочеты можно спокойно списывать на развал команды в этом сезоне, и Зидан пока будет ходить абсолютно чистым, даже несмотря на там какие-то поражения, возможно, или не совсем внятную игру, как это было в данном матче. И что самое смешное, Карим Бензема так и не успел ни на один прострел в быстрой атаке. Да, когда команда там укатывала соперника, потом шла подача, да, там Бензема находился в, так скажем, эпицентре событий, но когда команда проскакивала быстро, и вот прострел, и нету никого. Бензема так и не успел ни разу замкнуть такую передачу, и Зидан снял Бензема. Зидан снял Бензема, это историческое событие, видимо, Реал не будет больше прежним, если Зидан снимает Бензема. Лучшими в этом матче были Марсела, который отыграл здорово в атаку, потому что что? Потому что Сельта почти ничего не предложила у себя в атаке. Да, была всего лишь одна контратака, и как раз-таки через зону Марсела но Буфаль все запорол. И Бейл, Марсела и Бейл, два лучших игрока этого матча. Бейл выглядел очень даже неплохо, с желанием, по крайней мере. Возможно, это связано с тем, что он сам хочет уйти и продать себя как можно дороже, например, или, так скажем, продать себя как можно в более лучший клуб своей игрой в конце сезона, либо же он действительно хочет заслужить доверие Зидана. Посмотрим, чем все закончится. Но Бейл играл неплохо. Иско забил гол, конечно же, но Иско получил, так скажем, доказательство того от Зидана, что он очень важен для команды, но при этом он очень тяжелый. Он разобран физически, и Зидан ему, так скажем, показал, что он достоин играть в основе. Вообще, Иско будет играть в основе, но не сейчас, потому что 60 минут только Иско отыграл, и он был заменен сразу же после своего гола, потому что он не может больше бегать. И вот сейчас есть перерыв на сборной, и, в принципе, все, что надо делать Иско, это фигачить в зал и нарабатывать свою форму. Потому что то, что было при Солари, этого больше не будет, во-первых, и это больше не прокатит. Все, надо как-то набирать форму и возвращаться в основной состав. Пока Иско тяжеленький. В общем, это был никакой матч на самом деле в исполнении Реала против никакой команды, потому что мы-то ожидаем от Реала какого-то всегда интересного футбола. Здесь его не было. И ведь, по сути, Реал и выдаст там максимум несколько хороших матчей до конца сезона, потому что нет уже мотивации. За что бороться? Ну вот сейчас Атлетика проиграл Бильбао на выезде, и таким образом Реал и Атлетика будут бороться за второе место, которое ничего не дает в чемпионате. По итогам сезона никакой разницы, ты занял второе место или третье. Медалей там нет, там есть только чемпионы, а второе и третье место идут себе спокойно в Лигу чемпионов. Ну, возможно, хотя бы здесь как-то мадридская битва завяжется, и Реал за что-то поборется. Что-то это вот именно вторая позиция в чемпионате. Но итог этого мадридского дерби не так важен, как важно то, что другие клубы, почувствовав, что Диего Семене ослаб, а на самом деле Семене не ослаб, а у него очень не вовремя выпали ключевые футболисты, у него сейчас Сауль играет, там левого защитника, там полный бардак просто. Диего Коста то есть он, то нет его, а он очень важен для команды Семена. И вот соперники почувствовали, что Семене ослаб и начали предлагать уже футболистам его команды перейти к себе. Если Антуан Гризман отказал уже однажды Барселоне, вполне возможно, он откажет и еще раз, потому что говорят о том, что Барса предпримет еще одну попытку купить себе Гризмана. Но вот Облак, который не хотел долго подписывать контракт с Атлетико, вроде бы как подписал, а может нет, ну вроде бы как собирался подписать, вот для Облака предложение стать на место Нойера, это очень даже неплохое повышение. Не думаю, что он откажется. А дальше пойдем в Германию, где Баруся снова играла под страшным дождем и снова Марка Ройс сделал результат. На этот поединок против Герты у Баруси был очень слабый состав, потому что слишком много травмированных. И Фавер собирал просто по крупицам эту команду, чтобы она была похожа на какую-то команду, потому что люди играли не на своих позициях, например, справа в обороне играет Вольф. Вольф напоминает о человек, которого купили на замену Андрея Ермоленко, то есть абсолютно атакующий игрок. Вот представьте, что вы поставили Ермоленко справа в защиту. Как это чем-то хорошим закончится? Да вряд ли. Слева играет в обороне Диало, который несколько матчей уже здесь отыграл, но это все равно не его позиция, он закрывает дырку. То есть два крайних защитника неправильные. Кроме того, кроме Пищика, нет еще в основе Витцеля, нет Гетца, нет Пако. И получается, что в атаке играет Брун Ларсен, центральный нападающий Брун Ларсен. Итого, четыре футболиста основных травмированы, плюс три человека в основе играют не на своих позициях. Вот тут я подумал, что, наверное, все, Баруси. На этом моменте Баруси начнет отставать от Баварии, но не тут-то было. Хотя начало было ужасным. Сразу Бюрки ошибается. Я вам не покажу здесь голы, потому что Бундеслига очень-очень злая. Они начали вручную находить контент, блокировать здесь все. Из-за этого я перезаливал прошлый обзор по Бундеслиге. Мне вот интересно, кто работает, у кого есть такая классная работа. Сидеть в Ютубе и искать контент. Офигенно. Офигенная работа. Поэтому только фотографии и там еще несколько видео с трибун. Но, в общем, Бюрки ошибается. Так скажем, пошел по пути Джан-Луиджа Буфона. В матче против Манчестер Юнайтед 1-0. Но Дилей не отыгрывается. Очень тоже странный гол. Человек прошел полполя пешком. Ударил с рикошетом. Забил 1-1. Ну ладно. Дальше Соломон Калу забивает с пенальти. Чего становится 2-1 в пользу Герты. И что самое интересное, у Соломона Калу 5 голов в чемпионате в этом сезоне. Четыре из них Баруси и Дортмунд. По два дубля. И в гостях и дома. Фургон сосисок от Баварии. Человеку, пожалуйста, подгоните. Потому что, ну, как бы, больше, чем он, мало кто сделал в этом сезоне для остановки Баруси. Но в начале второго тайма. Желтые отыгрываются. 2-2. И у Баруси есть целый тайм. Практически там без двух минут. Чтобы забить третий мяч. И они сидят на половине поля Герты. Они прям закрыли их. У них 17 ударов за тайм. За тайм всего лишь люди. Люди некоторые команды за два матча столько не бьют. 17 ударов за тайм. Но при этом нужно понимать, что там всего лишь было 4 в створ. То есть бить-то они били. Но в основном либо удары блокировались. Либо мимо. Это, знаете, как Краснодар в матче против Валенсии. Который замахивается, замахивается. Страшно, капец. А не бьет. Не бьет. И все-таки в самом-самом конце матча на 88-й минуте, по-моему, Марко Ройс забивает победный гол. Ройс показывает, что он сделает все в этом сезоне, чтобы все-таки стать чемпионом впервые в карьере. Потому что задолбало уже его это все. Он мимо чемпионатов мира Европы пролетает. У него то травмы. Он не стал чемпионом мира в 2014. Он не выиграл еще ни разу чемпионат. Ему нужны трофеи. Поэтому он в одно лицо сейчас тащит Барусю. Красавец. Капитан. Молодец. Так и надо. Но! Учитывая то, что Баруси перестала легко побеждать, очень тяжело даются победы, и вряд ли дальше будет легче, то побеждать всегда в такой манере будет очень-очень сложно. Но тащите, ребята, до классикера. Тащите, а там уже посмотрим. Друзья, после того, как Банк был сорван в матче Интер-Айнтрахт, он тут же был сорван еще раз в матче Реал-Сельта. А вы говорили, сложно угадать. И наш следующий поединок – это выезд Барселоны на матч против Бетиса уже сегодня вечером. Каким будет счет и кто забьет голы? Пишите свои прогнозы в ответах на специальные для этого комментарии, которые закроются за пять минут до начала матча. А если вы уверены в одном из исходов этого поединка и хотите сделать на него ставку, надежнее всего это делать на сайте MarathonBet. И последний блок сегодняшнего обзора будет посвящен Кубку Англии. Кубку Англии, в котором нет больше Манчестер Юнайтед. А фанаты МЮ всерьез говорили о том и думали о том, что после прохода Челси остался только один серьезный соперник в турнире – это Манчестер Сити. И стоит только его обыграть, и вот он, трофей уже в руках. Никакого трофея, увы, не будет, потому что Вулверхэмптон проходит Манчестер Юнайтед. Это кого-то удивляет? На самом деле не должно, потому что мы все прекрасно понимаем, что такое Вулверхэмптон в этом сезоне в матчах против топов. Повторяю, никто, никто так не кошмарит в Англии топ-команды, как португальский Вулверхэмптон. Ни у кого не получается делать подобное. А они снова это сделали. В Европе есть определенные параллели, да? Например, Леон в Лиге Чемпионов играл примерно в то же самое, тоже в три центральных защитника, тоже вытаскивает соперника на себя, потом на контратаках и все, и вынимай один, второй и третий. Поскольку МЮ Сульшера вытащить на себя гораздо легче, чем, например, МЮ Жозе Мауриньо, Вулверхэмптон без проблем реализовал свой план на игру против топ-команды. Без проблем вообще. МЮ сам попался в эту ловушку. У него, в принципе, не было другого выхода, потому что надо атаковать как-никак. Мы Манчестер Юнайтед, и надо же пойти в атаку, надо доказать всем, что мы сильнее. Но сзади пять защитников, три из которых огромные, и пройти их очень сложно. А впереди сейчас даже не 3-4-3, потому что Нуно Санто перешел со схемы 3-4-3 на 3-5-2. Впереди сейчас двойная ось атаки, такое ядро впереди, чтобы не растягивать линию атаки по всей ширине поля, а сразу вот туда вот, чтобы в одном месте все творилось. Максимально вертикальная игра, и свои контратаки Вулверхэмптон получил. Они могли забивать больше, чем два в этом матче. У них были еще моменты. У МЮ 100% моментов долго не возникало. Вообще ударов было не очень много. А то, что было, то было опаснее у самого Вулверхэмптона. Кроме того, например, нападающий Рауль Хименес установит, или уже даже установил, или вот сейчас повторил, я так и не понял, но он 100% побьет. Рекорд по количеству голов за Вулверхэмптон в одном сезоне. За всю историю клуба никто не забивал столько за один сезон. Вот он Рауль Хименес. Мексиканский нападающий, который был известен еще до Вулверхэмптона, но он далеко не топ. Он играл в сборной, это понятно, но вот за счет того, что Нуну и Шпридито Санту именно вот такую игру ставит, Рауль Хименес впишет свое имя в историю Вулверхэмптона. Он должен поблагодарить тренера 100%. Итого, Манчестер Юнайтед постепенно приводят в чувство. Как говорил Маурисио Почтино после поражения от Саутгемптона, добро пожаловать в реальность. А реальность сейчас такова. Кубка Англии больше нет. Шансов выиграть его больше нет. В Лиге чемпионов Барселона, где Манчестер Юнайтед не является фаворитом. Он не является явным аутсайдером, потому что это как-никак Манчестер Юнайтед, но он не является фаворитом. И отыграться там на выезде на Камп Ноу будет очень сложно, если придется отыгрываться. Вообще, матч на Камп Ноу при любом раскладе после первого поединка будет очень тяжелым. Это не Парис Инжермен. Это гораздо тяжелее. Кроме того, Манчестер Юнайтед сейчас идет даже на шестом месте в чемпионате Англии, если Челси выигрывает свой пропущенный матч у Брайтона. То есть пока там тоже нет зоны Лиги чемпионов. Везде хреновенько. Дела пошли. То есть все возвращается примерно к тому среднему, что должно было быть. Вот приход от Сульшера, вот этот импульс команда пережила, повыигрывала кучу матчей, взлетела, но вот сейчас все начинает устаканиваться. То же самое происходит с Боруссией Дорнунд. Происходило точнее. То есть это явление не новое. Это понятно. Знаете, с чего все началось? А я говорил. Гарри Невилл. И его памятник Сульшеру. Как только-только Гарри Невилл в полушуточной манере спросил тогда у Сульшера, где ему поставить памятник после победы в Париже, так все пошло по одному месту. Все пошло к чертям собачьим. Вот именно в этот момент, когда все поверили в то, что вот оно. Сейчас и Лига чемпионов у наших ног, и там в кубке остались кто-то, кто-то, и Манчестер Сити, и чемпионат мы уже вернулись в топ-4. Все, везде теперь хреново. Потому что что? Язык мой, враг мой, Гарри Невилл. Не надо было такого говорить. А в конце я расскажу вам немножечко сказку про Кубок Англии и Вар. Это было гениально. Значит, стандартный матч Кубка Англии Swansea City-Манчестер Сити. Ничего необычного не происходит. 2-0 в пользу Swansea City. Такое происходит, знаете, каждую неделю в Англии возят Манчестер Сити, знаете, там некоторые команды по 2-0. Ничего не происходит страшного. Сити играет почти полностью основным составом. То есть они приехали проходить себе спокойно дальше. Но тоже дождь, тоже тяжелая погода. И вот Swansea начинает, кроме того, что там Сити бьет только во вратаря Swansea, тот тащит все, что только можно, Swansea начинает забивать. Начинает использовать проблемы Сити. Зарабатывает пенальти 1-0. Потом они так раскатали Манчестер Сити, когда забивали свой второй гол. Это выход из-под прессинга Сити, о котором только мечтает лондонский Арсенал, который не мог тайм выйти со своей половины в матче против Сити тогда в чемпионате. Swansea в 5 передач там или сколько, 4-5 передач разрывает весь Манчестер Сити. Забивает шикарного выхода 1-1, шикарным ударом в дальний угол. 2-0. И вот сенсация начинает наклевываться. Да, Пэп делает несколько замен, выходит Агуэро, это все понятно, на атаку. Но что мы наблюдаем дальше? Окей. Ну, Swansea понятно, что отбивается, героически отбивается. Что делать? Swansea гораздо слабее, чем Манчестер Сити. Бернардо Силва забивает, сокращает отставание. 2-1. Все понятно, шикарно попал, вопросов нет никаких. Дальше. Пенальти, который зарабатывает Стерлинг. Пенальти, который, ну, такое, такое, потому что мнения разошлись, и сам Гвардиола сказал после игры, что, может, там было пенальти, может, не было, потому что быстрые ноги Стерлинга, они настолько быстрые, как вы помните, что они могут зарабатывать пенальти, когда его не трогают вообще. Вот матч против Шахтера в Лиге Чемпионов. Просто бежал, за газон зацепился, а так быстро бежал, что судья поставил пенальти. Вот здесь, здесь был там контакт, возможно, но опять же, в Англии ставят, не ставят такие пенальти, там хрен поймешь, один судья ставит, другой не ставит, но удара как такого там, то есть умышленного удара не было, вроде бы он так зацепил немножечко мяч, но даже если этот пенальти был, хорошо, 2-2, 2-2, хорошо, вопросов нет. Что происходит дальше? Свонси продолжает героически отбиваться. А, кстати, этот пенальти, который забил Агуэро, там вратарь вернул все долги своей Манчестер Сити, потому что от то ли спины, то ли ног вратаря мяч залетел в ворота, то есть Агуэро пробил-то в штангу, он не попадал в ворота, когда пробивал пенальти, но вратарь Свонси по сути забил автогол. И дальше самый важный момент. Да, в теории, если бы там игралось дополнительное время или какой там регламент, или сразу бились бы пенальти, неважно, в теории Сити все равно должен был бы дожать Свонси. Ну, в теории, конечно. Они забивают победный гол свой в конце матча с офсайда. С явного офсайда забивает Агуэро. Это видно на всех повторах, в прямой трансляции, как боковой этого не видит. Я не знаю, какие там хреновые боковые в Англии, но почему они этого не видят. Гол засчитывается. 3-2 и победа Манчестер Сити. Победа, которая и так должна была быть, просто все ожидали, что будет где-то там 3-0, 5-0, это же всего лишь Свонси, команда из низшего дивизиона. Но по факту тяжелая победа, выстраданная победа, за которую Манчестер Сити заплатил немалую цену. В виде эмоций, в виде нервов, физических сил, потому что поле было тяжелое, погода была тяжелая, игра давалась нелегко, вратарь соперника начинает тащить все что угодно, даже с двух метров, когда ты ему бьешь. Это все понятно. И вот вы забиваете победный гол, пусть и с офсайда, окей, окей, 3-2. У меня к Сити претензий ноль. Вот сразу услышите, потому что я знаю, что многие любят слышать то, что хотят, а не то, что я по факту говорю. К Сити претензий ноль, претензий к другим людям. Смотря матч в Улверхэмптон-Манчестер-Юнайтед, я вдруг заметил, что в Кубке Англии используется ВАР. Там отменяли красную карточку Линделев, отменили, дали ему только желтую, хотя, не понятно, подкат был страшный, но допустим. Там используется ВАР в этом турнире. Но в матче с Уонси-Манчестер-Сити ВАРа не было. Потому что что? Потому что ВАР используется только на стадионах команд из премьер-лиги. Почувствуйте абсурд ситуации. Матчи одного и того же турнира проводятся по разным правилам. Одни могут забить гол с офсайда и его засчитают, потому что здесь ВАР нет. Другие забьют гол с офсайда и его отменят, потому что там есть ВАР. Это, по крайней мере, несправедливо. Матчи одного и того же турнира не могут играться по разным правилам. Кубок Англии, пожалуйста, там такое существует. Это гениально было просто. И что самое главное, если стадион Суонси-Сити не оборудован технологией ВАР, поставьте монитор, не позорьтесь. Поставьте, дайте резервному арбитру планшет. Это все, что надо. Все. В трансляции все видно. Ваш ВАР все равно кривой. Вы рисуете хреновую графику. Что там оборудовать надо? Он не работает английский, этот ВАР. Это уже проходилось тысячу раз. Они неправильно рисуют офсайдные линии и так далее. Поставьте монитор. В трансляции все видно. И не делайте так, чтобы матчи одного и того же турнира игрались по разным правилам. Вот и все. Вообще Англия, футбольная Англия, она всегда была немножечко заторможенной. Она всегда отставала. Они это называют традициями. На самом деле это просто заторможенность. Когда уже все давно это используют, они пытаются там внедрить, попробуем в одном турнире, в другом, на одном стадионе попробуем, на другом не попробуем. Это позор. Вот то, что делает футбольная ассоциация Англии, это позор. Потому что нельзя. Могу повториться еще раз, но вы поняли и так главную мысль. Один и тот же турнир. Разные правила. Это просто гениально. И потом Гвардиола должен сидеть на пресс-конференции и оправдываться, и извиняться. Какого он вообще должен извиняться? Почему журналисты задают ему вопросы по этому поводу? А вот вы забили победный гол с офсайда. Он говорит, ну и че? Ну и че? Я, конечно, извиняюсь, я так не хотел. Я не люблю так выигрывать, но как бы отменять я тогда голы. Ставьте вар. В чем проблема? Почему вопросы не задаются боковому судье, который прошляпил это все? А это был не вот такой офсайдик. Нет. Агуэро на пол корпуса наклонился. Это видно просто было. Идеально видно. Почему боковому вопросу не задаются? Почему не задаются вопросы футбольной ассоциации? Какого хрена у вас турнир играется по разным правилам, разные матчи? Вот. Сказка закончилась. Такая вот она Англия. Заторможенная. И немножечко отсталая. Но такая традиционная, что капец. Отличная новость для фанатов Арсенала. Севилья уже завтра должна объявить о возвращении в клуб Мончи. Ушел, опозорился, вернулся. Это очень похоже на путь футболистов, которые думали о себе слишком хорошо. Оказывается, это правило работает и в случае спортивных директоров. Надеюсь, Арсенал не сделает глупость и в последний момент не перехватит его у Севильи. Вам не нужна постоянная Лига Европы в клубе. Друзья, большое спасибо вам за внимание, за лайки и комментарии. Увидимся уже завтра в новом обзоре. Играйте в футбол. Субтитры сделал DimaTorzok